Так, давайте для новичков вижу частая путаница с модулем SUS. Вот Денис спрашивает, я пытался сам разобраться, но не дано. Подскажите, пожалуйста, добавить SUS в патч, что обозначает нуль, да? Путаницы здесь нет. Вы сами разберетесь, сейчас подскажу. Смотрите, Денис, вам надо разделить в голове, в первую очередь, модуль SUS, да? Смотрите, делите в голове следующее. Сейчас я вам все объясню популярно. Вам надо в голове разделить модуль SUS, дальше, патч, insert. Для того, чтобы разобраться, то есть, теперь делаем следующим образом. Итак, давайте вот так сделаем. Смотрите, набирайте модуль SUS, да? Итак, ну вот, возьмем для чайников, нетрудно найти. Итак, смотрим, смотрите. Модуль SUS, грубо говоря, обеспечивает доступ, бла-бла-бла, к функциям. И смотрим. То есть, по сути дела, первое, сам модуль, второе, 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 это то, что он делает, конкретно данный модуль, да? То есть, мы смотрим, у вас конкретно вопрос SUS, патч, да, список возможных путей. Далее, просто, это я говорю, сейчас я обращу внимание, что вам делать. Третье, что вы смотрите, просто, где эта почта? Вот это всегда, третье, да, когда вы понимаете, что SUS, патч, это вот сам модуль, то далее применяемый метод в Python. Если вы, вы просто ищите, не надо искать, а надо искать конкретно insert, добавить. И тогда вы легко разбираетесь и находите. На самом деле, совершенно просто. И смотрим, допустим, insert, что делает. Индекс элемент, да, вот он. Возьмем, вот где нашел первое. Я вам дам эту ссылочку. Тут плохо читаемо. Индекс элемент. То есть, отвечая на ваш вопрос, значит, что это? Индекс. То есть, что надо сделать сейчас? Индекс, это значит, какой, каким по счету элементом будет стоять. Если взять, допустим, любое слово Валера, то вот слово Валера. В Python есть такое понятие извлечение по срезам. Значит, первый элемент начинается с нуля. Грубо говоря, если у вас здесь написано ноль, значит, этот элемент будет первым. Так с нуля начинается. То есть, в этом вы разберетесь. Значит, вот вам направляю. Первое. Разберитесь. Разделите. Значит, посмотреть модуль SUS для себя, да? То есть, то, что мы смотрели. Разобраться, что есть модуль SUS. Это работа, грубо говоря, с операционной системой. И далее есть определенные методы, что они делают. В этом вы, я надеюсь, уже разобрались. Далее. Если вас интересует патч, значит, посмотрите методы. Вот insert мы нашли. Но обратите внимание, в вашем случае, в вашем случае, в вашем случае, в вашем случае, не обязательно, возможно, вам не надо вот этот элемент. Вам не надо этот элемент, возможно. Если вы не знаете, как сделать, и чтобы все делалось. Сейчас покажу. Смотрите. Просто, чтобы соображали немножко. Допустим, вам не обязательно использовать, и если вы не понимаете, допустим, каким элементом идет. Значит, берите и добавляйте просто то, что вам надо. Импортировали операционную систему ООС, импортировали SUS, и далее добавляете. Просто при помощи метода, посмотрите, это легко, вот, допустим, со строками. Стоп, сейчас вот проговорю. Я понял. У вас хромает работа со строками. То есть, вам надо вернуться к Python строкам. по этой строке. Сейчас я... Вам надо вернуться сейчас к... Отлично. К строкам. К строкам. Python. И, во-первых, проработать... Проработать все методы. Все методы. Все методы. Сейчас я еще кое-что скажу. Сейчас, секундочку. Python лист. Да, список. Ага. Все. Восстановилось в голове. Метод списка. Все правильно. Все верно. Тут мы найдем, желательно в доках, конечно, ваш инсерт. Должны найти. В любом случае, это будет... Ну, ваша задача найти еще в доках. Да? Это не важно, у вас в патч или здесь вот в лист. Это совершенно не важно. Просто здесь он в списке будет. Но в любом случае, везде индекс, элемент найдете, поработаете. Но при этом вам надо поработать, как я сказал, со строками. Ведь вся проблема у вас в чем сейчас? Ребят, это то, что я говорил. Это азы просто-напросто пролетели. Вот здесь вот этих проблем не наблюдается у ребят, которые, в принципе, послушали меня и сделали то, что я говорил. Вот, сейчас, секунду. Вот, когда изучаем Python, да, начало, азы. 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 То есть специальная рубрика, где я говорю, ребята, вернитесь назад, еще раз пройдите. Как делают наши участники. И делают неверно, ребята. Да, быстренько пролетели, пошли дальше. Пришли с кашей в голове. Неправильно. Первый раз проделали, второй раз будет откладываться. В данном конкретном случае, у кого вот эта путаница с методами не может отличить метод от какого-то модуля, то пишем, что делать. Первое. Первое. Значит, в данном случае, поработать, работать со строками. Пройти их. Поработать со строками. Поработали со строками. Что значит поработать со строками? Информации моря в школе. Это первые уроки со строками. Но вы, кроме этого, я давал, но вы берете все методы строк. Вы их уже находитесь сами в интернете. И прорабатываете код, сбрасываете в группу. Плюс методы. Далее. Понятно, что если не знаешь, что такое индекс, индексы по срезам. Стой, я что-то тут уже наплетаю. Ага, все правильно. А то, я думаю, заговорился, давно не произносил. Индексы по срезам. Я показывал, вы найдете. Как только, смотрите, пробежали первичную часть, индексы по срезам я обращал внимание, да. А теперь соображаем. Пропустили индексы, да. Все, пошла каша. Почему? Индексы по срезам будут использоваться во всех графических интерфейсах. В Django, везде. И там я вечно вижу пробел. Какой? Опять же. Смотрите. Опять непонимание и неделание урока в 2-3 раза, как я говорил. Почему? Потому что вот здесь вот наблюдается пробел всегда, вот как в этой ситуации. То есть, по сути дела, понятно, что 0 в Python всегда будет, если вот так, скорее всего, будет всегда обозначать индекс. Ну, исходя из вопроса, то есть, я четко понимаю, что Денис не понимает первых, потом не понимает про методы, не понимает строки, пропустил индексы по срезам мимо ушей. И четвертая, четвертая ошибка. Не понимает Денис. Для тебя, говорю, для всех ребят. Вот смотри, писал, да? Писал. Вот почему не делаете? А я пишу. Вот, сейчас буду второе видео писать. Молодец, Дмитрий Нах, и вы молодец. Уже второе. По классам, да? Не волнуйтесь, это я не путаю вас. По классам. Почему не делаете? Вот я написал, ребята, проделайте это, а сейчас дальше продолжение. А вся проблема начинается с чего? Как вы думаете, почему, я сейчас и для вас это говорю, Денис, именно. Почему я Денису написал, что разбирайтесь с Аркскваркс здесь. Сейчас я это в втором видео, будет в описании. Потому что еще то, что новичок упускает, последовательность. Понимаете, когда человек начинает работать, как я говорю, на начальном этапе, второе видео будет, сейчас посмотрите. Там фан, майн. Аркс, кваркс. Зачем я это говорю? Я говорю, начали функции. Арк, кварк. Все библиотеки устроены так. Ну, понятно, что новичок этих слов боится, хотя простого нету. Но ведь это ж вот, Аркс, любые последовательности. Так вот, в чем здесь еще у новичков пробел? Смотрите, Денис. Последовательность. Что это? Что такое? Это строка. Строка. Список. Кортеж. Ну, подумайте. Берем список. Берем список, да. Раз, два, три, четыре. Последовательность. Это слева направо. По элементам. Если в списке есть список, это что? Последовательность. Это должно засесть в голове сразу с нуля. Я не ругаюсь в никаком случае. Это у меня сейчас не наборол хорошее настроение. Значит-то, последовательность. Значит, опять индексы здесь забыли. А ведь извлечение списков применяется в Джанго. Допустим, извлечь пять записей. И тоже тут тормозят ребята, потому что в начальном этапе не связали. А вбить сейчас в голову. Значит-то, сейчас будет тут второе видео, где я буду рекомендовать то, что новичку, который классы начал, да, что связывать в голове. Костика нет. Сразу чувствуется, да, костика нет. А, на самом деле, пытаемся сейчас связать и составить домашнее задание для этого этапа. Итак. Индексы. Дальше, Денис. Открываете раздел на сайте. Значит, ЦСПБ, открываете раздел «Практика Python OOP». И здесь проделать уроки. Первые вам сейчас интересуют уроки. Сейчас. Я то открыл, не это открыл. Сейчас. Секунду. Ссылка на раздел группы «Глубокое уяснение функций начала написания программ». «Проработать». 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 Тут 9 страниц. «Проработать» – домашнее задание. «Проработать». И сделали, сбросили. Сделали, сбросили. «Прорабатываем». Давайте дальше. Сейчас укладываем в голове. Прямо сейчас. Итак. В ближайшее время отработаете «ArcQuark». Зачем? Да чтобы, в конце концов, запомнить и начать делить типы данных Python на последовательности и словари. «Arcs» – это все последовательности. «Quarks» – словари. Значит, дальше соображаем. «Строка» – это последовательность. Ну, конечно, если Вася. Вася написать. Вася. Ну, представьте, я вам это слал письмо. Пока дошло письмо и стало осися там, да? Другое совсем. Смысл потерян. Последовательность. То есть, буква «В» на одном месте, «А» на втором, «С» на третьем, «Я» на четвертом. Последовательность. Значит, можно применять индексы? Можно. Дальше. «Кортеж» – последовательность. Конечно, последовательность. Разобрать это в голове. Разобрать в голове. Значит, третье. Здесь вам добавляем. Поработать с стастроковыми методами. Третье. С функциями «Поработать». С функциями «ArcQuark». Теперь уже дальше переходите к своему методу, модулю «СУЗ». Начинаете, как я вам и говорил, разберете, что сначала идет модуль «СУЗ», то есть он идет сам «СУЗ». Это сам модуль, дальше метод модуля, то есть то, что делает модуль. И так далее, и так далее. Пошли. У вас в данном случае интересует патч, да? «СУЗПатч». Дальше. В голове разложили себе. Если модуль «СУЗПатч», значит, уже, допустим, если мы добавляем «СУЗ», это какой-то метод. Это, как я вам сказал, вы просто это пробежали на начальном этапе. Это было, да? Это было. Но, тем не менее, сейчас вы уже, я надеюсь, поняли. Значит, дальше. Все очень понятно. Все складывается в одну картинку. Если мы взяли здесь ноль, значит, это будет, если взять строка «Вася», да, то понятно, что «В» это будет первый элемент, но он нулевой в Python. Начинается с нуля. Ноль. Дальше указываем путь. Все просто. То есть, будет поставлено начало пути. Как я сказал, не обязательно это использовать в СУЗ, как показывал в начале видео, да? Не вижу, где сервер мой открыт. Ну, неважно. Перемотаете. Что можно последовательно указывать пути, если вы знаете, где что. Но там тоже, с одной стороны, для сервера я указал пути абсолютные. Тоже не совсем верно. Значит, нам надо, мне просто надо было абсолютные пути, потому что нет смысла. Значит, здесь себе включаем в домашнее задание относительные пути, разбираемся. Относительные пути. То есть, пути, которые считываются, да? Относительные пути Python. Вот в чем вам надо разобраться, да? Относительные пути Python. То есть, грубо говоря, ребят, ну, вы поймите, важно делать, потому что вот я пишу кому-то, допустим, вот часто смотрю, сколько Сергей Асачи сделал. Куда не залезть в школе, везде только и видишь фамилию Асачи Асачи. Так не вопрос, вот он и пишет на двух языках. Отчего сидим? Чего ждем? Потом утыкаемся в ошибку, которую, в принципе, человек должен решать сразу. И не отнимая. Это я не ругаю. Ни в коем случае не ругаю. Я просто говорю, ребят, не надо делать все наоборот. Если в школе есть раздел, работа, практика, то надо ее наработать, потому что пока у вас нет костяка, вот в следующем видео сейчас расскажу, нет костяка в голове, да, к чему что цеплять, ничего не будет. Итак, Денис, мы с вами разобрались, вы это все делаете и по моему видео присылаете домашнее задание. То есть домашнее задание. Но у нас не обязательно. Хотите, чтобы я вам дал дальнейшие рекомендации, присылайте. Не хотите, не присылайте, как говорится, нам легче будет. Я вижу, что вы работаете с программой, поэтому вот это сейчас вам проработать. И далее то, что даются домашние задания, вы не упираетесь в свой будильник, а стараетесь все-таки работать, как я говорил, с функциями, работать с классами параллельно, а не уперлись в программу, а потом выискиваем. Да это же неправильный метод. И второе, начинайте изучать второй язык. Пока человек изучает, допустим, один питон, это считайте, вы ходите на костылях, всю жизнь будете ходить. Я обожаю питон. Ребята, но еще раз говорю, в 2009 году мне никто не сказал, а я вам говорю, повторяю историю, повторяю историю. В 2009 году я прочитал, что писал один американец, в общем, с гугл, что отдайте программирование с десяток лет, изучите с десяток языков. Первое, я себе сидел и думал, ну хоть бы тут один выучить, есть твой раз. Так вот, и года четыре или пять я так заблуждался. Подождите, а сегодня в школе смотрим. Вот открываю для вас, будет тоже ссылка. Смотрим, ну это же не чудеса, ребята, это не чудеса, это совершенно реальные люди. Открываем Осадчево. Открываем Осадчево. Так, а где у нас Осадчево здесь был? Вот тут откроем. Открываем Осадчево. Сначала, вот я делаю по-другому. Вот истории, да, будет. Открываем Осадчево и читаем, что ему дало изучение двух языков. Только тогда человек начинает понимать, я ведь много говорил, и для этого надо просто хотеть стать программистом. Там много сказано про два языка. При этом тот же Осадчий начал писать на двух языках через полгода, но при этом читаем раньше того же Осадчева. Сейчас, 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 покажу. Вот раньше, еще до этого, да, до того, как он начал. Пять месяцев назад, вот, в Убунту установить не мог. То есть, определяем уровень, да, полный ноль, полный ноль программирования. Через полгода начал писать на двух языках. А вот здесь уже пишет, здесь уже пишет. И я вижу все домашние задания, все. Что, в принципе, на двух писать то же самое. Так вот, только тогда начинается. Почитайте эти разделы. Значит, Денис, смотрите. Вы сейчас можете избрать два пути, да, два пути. Первый путь. Вот узнали, что это, что на данный момент это для вас, где там ваш пример. В вашем примере это индекс, да, грубо говоря. И пошли дальше. Все, вы, значит, движетесь все-таки сейчас немножко неверно. Значит, а я вам рекомендую, вот, вот эта ошибка, которую мы сейчас выявили, то есть, вы сказали, что не дано, да. Дано все, Денис, дано все. Просто надо подсказать. Вот я вам подсказываю. Значит, разберитесь вот с этим всем сейчас. Не оставляйте на потом, ни в коем случае. Тогда, сегодня с одним разобрались до 100 назад, а со вторым сформируется ядро. Ведь очень хорошо из вопроса видно, что у человека хромает. Я ж не один год занимаюсь обучением. Понялись? Договорились. Значит, думаю, с модулем СУС у вас будет полный порядок. Но остальное все подтянете и должно отлетать. И при этом, как я говорил, вот я ж говорил и говорю, что, ребят, если вы пролетели начальный курс, да, пролетели, а ведь я на самом деле мало вижу, да, чтобы люди прорабатывали очень серьезно вот этот раздел. Не расширенная. Сейчас я в кабинет мне надо. А, я вышел. Практика по Python ООП. Именно здесь нарабатывается все. Все, пошли подряд и по ссылочкам, да, нарабатывается. Но когда вы каждый день нарабатываете, не уперлись в какую-то программу и выискиваете в интернете, что означает ноль. Это неправильное написание кода, ребят. Неправильное. Вы постоянно должны тренировать базу Python. При этом, вот сейчас будет у вас видео, как я говорил, вот дошли до классов, что делать. Как формировать ядро. Сейчас расскажу, потому что хотел полениться. Даже уже, честно сказать, ванну набрал, но думаю, не пойду, пока не напишу. Все, Денис, давайте. Еще видео то посмотрите и, кроме своей программы, нарабатываете Python и Kotlin занимаетесь вторым языком. Все, давайте. Подписывайтесь на канал. Посмотрите, куча в ней.